Залей мне не выходить. Дэнь, что это за новый тренд? Сегодня мы решили выйти всей семьёй. Бабушки, Руси. Мы вернулись. Ладно, на примере нескольких пакетов просто покажу. Вода холодная, холодная. Вот, омыли, омыли, омыли. Всем доброе утро. Смотрите, достал своё кокосовое маочко. Оно как-то отслоилось здесь. Но я сейчас перемешаю, взболтаю. Надеюсь, всё будет как было. Кто забрал мой бублик? Кушай, кушай. Наливаем. Белый такой классный. Ну что, пробую кофе. Чисто на кокосовом молоке. Ну, офигенно. Ничего не скажешь. Выпускаю вам видео. И просыпаюсь потихонечку. Деньги купаются. Изъявил желание покупаться. Пока он купается. Мама там встретила водичку. И сейчас сразу дезинфицирует всё за человеком. Я тоже умылась, почистила зубки. Кстати, воду нам принесли в масках и в перчатке он был. Но всё равно, мне кажется, всё нужно за ним продезинфицировать. А я сейчас покажу вам, чем я увлажняю лицо. У меня, кстати, новое средство. Skin Studio от Stellary. Ну, прикольненькое. Такой, знаете, как флюид, лёгенький крем. И вкусно пахнет. Не знаю, как вас поставить, чтобы вам было всё видно. О, нет, я ж тоником хотела ещё помазать лицо. Тоник я вот такой корейский использую. Нормально вам меня видно? Интересно, где я на носочках ставлю? Чуть-чуть напалкиваю вот так и протираю. После того, как помыла. У меня ещё зеркало тут. Протираю. От всяких жирностей. Чистая ваточка, кстати. И беру крем. И увлажняю. И опять же тянем наши морщинки вверх. Вверх. О! Совсем забыла. Мне же рекомендации после массажа давали. Рекомендации такие. Вот здесь прям как следует массировать за ушками. Вот так вот, да. Мы делаем массажик ещё. О, да. Прям точки здесь какие-то есть. Если чуть-чуть чувствуется, что больно, прям чуть-чуть поднадавить надо на них. И чувствительные точки. Конечно, хорошо массаж делать себе тогда, когда ты расслаблен. Точнее, чтобы вам это делали. Потому что это совсем другой эффект. Ну, для поддержания. Хорошо, аж руки устали. Мороженое. 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 На. Скорое. Вот так. Вот так мы играем. Тут у нас сколько всего. Фикс прайсик, кстати, покупала. И вот это. Это раскрашивается. И вот это лепится. Очень клёв. И полиция поехала. Самолётик вот так летит, летит. И вот здесь приземляется. Давай. Летит, летит. Опа. Приземлился самолётик. Кстати, чем купаю ребёнка? Вот что у нас стоит тут. Я уже покупаю второй раз. Мне понравилось. Первый раз. Это второй. Но достаточно надолго хватает. Я ему голову в основном мою. И руки вот мы моем, когда приходит. Здесь стоит. Это Фаберлик заказывали. Шампунь и гель для душа. Но это больше я как пену использую ему. Вот. И ещё Фаберлики тоже заказывала. Видите, сколько? Выставила всё специально, чтобы всё израсходовали. Потому что там чуть-чуть, там чуть-чуть. Очень много всего. Хочу всё это уже скорее половину израсходовать. Вот. И уже после карантина хочу сделать полочки. Ну, потолки там натягивать будем, короче. Так. Что ещё я хотела? А, вот. Вот. Но это пока стоит. Пару раз использовала как пену. Вообще, это гель для купания младенцем с экстрактором ромашки и детонтенолом. Детский. Я два таких купила. Тоже чисто для пены. Мы вернулись. Такой яркий. И все полотенчики бабушка покупала, да? Обожаю, когда он вот такой вот, вот такой вот вылез, такой весь мокренький сидит. Да? 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 Пене кушает картошку с шестью ложек с левым. Бабушка тоже гречка с молоком. А у меня здесь остались мои панкейки, которые я не доделала ещё. И, кстати, они загустели. Ну, я-то и блинчики делала. А сейчас, я думаю, панкейки быстренько сделаю. Добавлю, разбавлю вот своим кокосовым молочком. Опять я все вот это наготовила. Опять хочу сделать вот с мёдом, с орехами. Мне очень понравилось. И я сейчас с удовольствием прям всё это слопаю. Что-то налила, получились сильно жидкие для панкейков. Я решила снова блинчики делать. Дэнь, что это за новый тренд? Поворачиваемся. Поворачиваемся уже в новые модные младшие. Носки. Не было же дырки. Протёрлась. Дома тусуются, а вот в карантин. И уже протёрлись все носки. Ножка. Что, мои хорошие, не видели меня давно, да? Да ничего мы не делаем дома. Проснулась. Сейчас расскажу весь день. Не снимала, потому что не кайф было камеру даже брать. Проснулись, попили кофе. Пошла я, короче, там, в той комнате шпаклевать. Сама в итоге, блин. Вот. Пошпаклевала. Завтра буду доделывать. Скоро будет видео. Всех мучений и ада этого. И как в итоге завершилось всё. Чё ещё? Ничего не снимала. Ничего не монтировала сегодня. С малым бесились. Досмотрели последние две серии сериала другие. Сериал нам понравился. Кайфы поймали. Сейчас пойду смотреть, начинать фильм заражения. Но обычно я под него засыпаю. И сегодня будет третий раз, как я под него засну. Поэтому я его каждый раз смотрю сначала. Пять минут где-то смотрю, и меня вырубают уже. Но я его осилю точно. Завтра план это делать ту комнату и снять вам пару видосов. Но это ещё не точно. И ещё у меня отсняты пару видосов. Их нужно смонтировать. Тоже планирую завтра, но это тоже не точно. Короче, вместе с этим всем напала на меня лень матушка. Мама готовила сегодня, сготовила супчик. Она тоже сегодня ничего не снимала. Она сготовила супчик. Макароны с мясом сделала. И всё, ничего сегодня не делали. Я подумала, что снимать. А, ещё я всё вам вымазюкалась. Была вся грязная просто. Так как я шкурила там всё. И всё на меня летело. У меня просто седые волосы, руки выше локтя. Просто вся побеленная. Пошла искупалась. Кайфанула. Сделала скрабик, уходик небольшой. Но ничего не снимала. Вот так прошёл шестой день карантина. Всем доброе утро! Сегодня мы решили выйти всей семьёй. Но как мы решили выйти? Так как Денька реально дома сходит с ума. Мы же не гуляем с ребёнком нигде. Потому что я боюсь, что он будет лицо трогать, естественно. Да, что-то трогать. Ну, это ребёнок. Тут как бы не уследишь всё. Перчатки на него не оденешь и маску не оденешь. Он всё сорвёт, скажет, что это за фигня. И мама, естественно, сидит дома и не выходит никуда. А мне нужно выйти, во-первых, за продуктами. Во-вторых, получить посылку в СДЭК, получить посылку на Почту России. Я позвонила. Все работают. Там каждые два часа идёт обработка. В обычном режиме работают. И в итоге я говорю, мам, давайте сейчас спустимся. Я всё сзади обработаю в машине. Вы с малым сядете в машину. Сзади, да, ребёнок, да? Ну, посмотрим. Либо сзади, либо мама впереди. Но сам факт, что выйдем. Я всё обработаю, всё продезинфицирую. Хотя у меня в машине всё чистенько. Я всё всегда сама сажусь. Каждый раз, когда выхожу. И прям ручки, панельки, всё везде, где трогаю, всё обрабатываю. Я посажу их, и всё. Я просто хотела взять малого, да? Но если я буду выходить в магазин или на почту, или ещё, то ребёнок будет выходить со мной. И здесь уже неизбежно вот это прикосновение и так далее. Надо, чтобы кто-то с ним оставался в машине. Я говорю, мам, ну давайте выйдем, и ты тоже подышишь воздухом. Она говорит, ну я не против. Потому что, правда, дома сидеть столько времени, уже реально крыша едет. А как-то так аккуратно выйти, можно попробовать. Вот, и в итоге сейчас мы одеваемся. Сейчас время полодиннадцатого. Сейчас мы одеваемся, я их посажу, сама буду выходить и каждый раз обрабатывать всё, что я трогаю. А они будут сидеть, просто окошко открою и хоть посмотрят вокруг, да, и подышат воздухом. Ну, это всё как бы из-за ребёнка. Может быть, мама бы и не выходила такая, да? Но как бы ребёнку надо немножко воздухом подышать, потому что он уже, уже, блин, тёмные круги под глазами. Это нормально, потому что сидит дом постоянно. Большие планы, сейчас мы всё запишем, чтобы всё было делать резко, быстро. Продукты буду убирать сразу в багажник. Вот, естественно, сама всё это дело буду нести, тащить, как обычно. Мама, а мама за малым будет, чтобы он нигде ничего не трогал. И быстро спустились, быстро поднялись. Кстати, ещё заметили вы или нет, но пока у нас идёт карантин, и до этого я выхожу на улицу в одной одежде всегда. И там стираю её периодически. Вот сейчас я надела чистую, но вот я в этой хожу всё время, потому что, ну, это удобная, да, мне. И вот в этих вот джинсах. Вот, и кроссовки, либо эти мои ботинки. Ну, сейчас, наверное, кроссовки один. А потом, когда я прихожу, я всё убираю, это в одно место. И даже чем-нибудь накрыть бы хорошо. На улице жарко было последний раз. Я, наверное, что-нибудь полегче сейчас одену, чтобы мне удобнее было. Денька вот выбрал себе наряд. Сам, причём, выбрал именно этот костюм. Ничего другого не хотел. Принёс кроссовки. Так что он уже наряжается у меня самостоятельно. Это у нас мусор накопился. Два строительных мешка. Один обычный мусор. Сейчас будем выносить. Итак, перейдём, как садиться в машину. Ну, мы всё, я всё равно, на всякий случай, всё и ручки делаю. Так, проходите сюда. Подожди, День, стой. Сейчас мама там всё обработает. Так. Всё, за что он может хвататься, я всё проведу. Пусть кресли тоже немного будет. Благо, всего полно. Так, всё, это убрать подальше. Всё, что он может взять. Так, всё. Вроде обработала. Сейчас посмотрю, куда он будет докасаться ещё. И сажаем ребёнка. Ручки. Лучше, чем обрабатывать участки. Вторые. Вот так по три? По три ручки, по три. Вот так. Всё. Бабушки, ручки. Всё. Садимся. Так, ну что, мы в конце концов сели-то, всё обработали. Всё нормально? Всё нормально. Всё. Ну, это, конечно, целый геморрой, блин. Хорошо, они будут сидеть, чтобы я их не обрабатывала каждый раз. А самой придётся выходить и каждый раз всё дело пшикать. Сейчас окушки открыли, чтобы проветривали, а то спиртом пахнет. Скажут ещё, что мы тут бухали. Всё. Всё? Ты готов? Снимай эту маску. В машине можно без маски. Можешь маску снять в машине вот так. Нет, не вот так. Тебе так больше нравится? Ладно. Вот так мои котики здесь будут дышать воздухом. Я пошла за посылкой. Да, всё беру руками, видите? Поэтому буду пшикать, дезинфектор с собой пила. Зашла в СДЭКС сейчас, у них тоже сейчас идётся на обработку тоже, каждые два часа. И как раз там уже без трёх минут было. Я говорю, блин, пожалуйста, дайте мне посылку. Говорю, ребёнок в машине, мама в машине жду. Говорю, 20 минут ждать? Ну, как бы не варик. Но она говорит, если она на полке лежит, то да. Быстренько пошла, посмотрела. И мы даже там одновременно с ещё одним парнем вышли. Вот. И они закрылись на дезинфекцию уже. То есть при мне там уже она начала обрабатывать уборщица. Всё. Так что молодцы как бы готовятся. Ну, а я, соответственно, и паспорт попшикала, руки после того, как расписалась, попшикала. Потом посылку взяла, положила в багажник и всё её запшикала. Так, чтобы, ну, уже было понятно, что всё чистенько. Чтоб мы выходили из машины, и я уже спокойно брала посылки все и наверх поднимала. Так, чё я, чё я, чё я, всё. Руки всё попшикала, всё попшикала. Едем. Подышали воздухом? Я подышала, Дыня маску не хочет снимать. Сидит в маске, ему нравится. Это хорошо, что ему нравятся маски. Можно выходить с ним. Просто молодцы, бесподобно. Смотрите, Почта России. Люди соблюдают дистанцию полтора метра на улице. Дверь открыта. Крутец, вообще молодцы. Так, сейчас я тоже припаркуюсь где-то и пойду в очередь. Класс, класс. Поближе вот, чтобы видели. Соблюдаем дистанцию. Сколько я тут простою, я не знаю. За лень мне выходить. Ой, зашла в пятёрочку. Так мне нравится покупать всё в новой пятёрочке. Вот, да, ремонт где. Это сейчас у нас вообще возле дома открылась ещё одна пятёрочка. Сейчас набираю бананы, мандарины. Манго взяла, авокадо жестковатый. Виноград взяла. Короче, закупаюсь. А мои вон они в машине сидят. Итак, миссия. Один заходит. Станови рядышком. Бабушка заходит. Становится рядом. Сейчас Денечку разденем. Короче, целая эпопея у нас сейчас раздеваться. Что с верхней одежды делать? Я не понимаю. Это у нас грязная, грязная уже лежит. Вещи сразу, да, вот сюда бросай в уголок куда-то. Раздели. Давайте ручки. Надо руки мыть идти. Да, давай. Пшикаем, да, грязные руки. Пшикаем. А теперь идём моем. Идите, мойте. Всё, пойдём мыть руки. Всё, мыть. Иди, нравится тебе. Пойдём, по-моему. Мыть ручки быстренько. Так, бабушка тоже всё скинула. Ай, печенька. Я скинула, потому что я не понимаю. Потом печенька. Всё, эти вещи в одном углу все будут лежать. Так, это я продезинфицировала ещё в машине. Всё, оно нормальное. Ручки, тут все дела. И здесь ручки продезинфицировала. Сейчас мы это в ванну сразу занесём. Так будет намного проще. У меня в одном пакете там овощи, фрукты такое всё. А в другом пакете то, что в холодильнике должно быть. Одно под холодной водой будем мыть. Другое уже можно под такой комнатной. Короче, это целое дело. Целый геморрой выходить из дома. Значит, что я предлагаю сначала? Мама решила инициативу перенять. Мы только что помыли раковину. Что я предлагаю? Да, приносите сок и ставьте в ванну. Ванну потом промыть легко. Теперь, что нам нужно? Заморозки какие-то в морозильнике по-быстрому убрать? Да. Фрукты могут пока что подойдёт. Фрукты, да, в другом растворе будем специально для еды. А вот именно... А вот именно пакеты... Вот, всё, что холодное, вот там... Ладно, на примере нескольких пакетов просто покажу. Вода холодная, холодная. Вот, обмыли, обмыли, обмыли. Всё. И можно там в чистой воде ополоснуть ещё. Вот так вот. Ну ты ложи всё вместе, а потом ополоснём. Нет, вот здесь вот надо, чтобы быстро это обрать морозилку. Заморозки вот эти, чтобы они не разморозились. Если пельмени или замороженные фрукты. Мы сейчас первым делом это сделаем. Остальное уже спокойно. Таких четыре пакета. Вот, прекрасно. Значит, мы будем их складывать, вот так вот сюда. Где они сейчас, с вами пакета? Это может пока тоже вот эти полежать. Они запакованы. Раз, раз. Масло сливочное ещё там. Мороженое. Масло мы не будем окунать. Вот это запечатано плотно, поэтому это может быть. Да, масло побрызгаем тогда. Пошла за дезинфектором. Так, вот такое масло, так как его лучше не... Мы его вот так дезинфицируем. И мороженое давай. А мороженое можно, кстати, помыть. Не надо, оно растает. Ну, холодная вода там. Всё, морозил. Мы всё и продезинфицировали, переоделись. Вещи, кстати, я повесила на вешалку и накрыла их своей старой курткой, которую я уже две недели, наверное, не носила. Уже карантин она прошла, как говорится. Вот, и закрыла наши вещи, в которых мы пришли. Обувь тоже всю продезинфицировала на всякий случай. Ну, так попшикала, потому что Денька может дотрагиваться руками до неё. Пришла, кстати, и продезинфицировала сразу ключи от машины, от квартиры, камеру, телефон. Это первым делом, прежде чем вытащить вообще из кармана всё это дело. И вот у меня вопрос. Вот, первое, хочется сказать, что после такого просто не хочется выходить на улицу, это раз. И второй момент, мне интересно, мы не одни так делаем, я надеюсь. То похоже на сумасшедший дом, на самом деле. Но когда ты смотришь новости и всё это дело, конечно, думаешь, ну, а если этот вирус вот так вот среди нас, то надо максимально себя обезопасить. Вот, раз уж мы не ходим из дома, не выходим, да, никуда, то надо как-то... Ну, то есть мы не просто ж так не ходим, мы не ходим, чтобы не заразиться. А если мы выходим, то мы можем заразиться где угодно. Ручку открывая, там, принеся пакет этот, взяв какой-то продукт с полки. Короче, мы делаем так, и теперь, ну, не страшно, да, взять какой-то пакет и открыть его, да. Потому что до этого, я помню, что я этого не делала. Последние три раза я уже делала походы в магазин, а до этого не делала. И какой смысл? Оно лежит, и всё продезинфицировалось. Взяла этот пакет, на котором, может быть, кто-то уже брался. Может быть, какой-то больной взял этот пакет, смотрел срок годности, что-то не понравилось, положил на место, да. И всё, этот я пакет взяла, несу домой, и потом открываю его, и ребёнок, и все дела. Короче, мы вот так заморачиваемся. Напишите в комментариях, кто-нибудь так делает ещё, кроме нас. Ну, в общем, я думаю, что сейчас мы покушаем, потому что я очень голодная. Начнём снимать вам видео, куча пришло и посылок, надо распаковочку делать самой интересной. И видосы снимать, и этот влог вам монтировать. В общем, вот так вот мы вышли, я рада, что Денька, кстати, маску одел. Он смотрит, что мы одели, да, и ему прям понравилось. Он в машине снимал, только я пришла, и мы начинаем трогаться, он раз, такой маску одевает. Смешной малыш. Вот. Всё, в общем, мы кушаем. Прощаемся с вами до следующего видео. Пишите ваши комментарии, что вообще думаете, как, чё. Всё, я люблю вас, целую, прощаюсь до следующего видео, берегите себя, не болейте.